Подрэнчник крок по кроку, позжим аеды, лекция пятнадцатая, пятнадцатый урок, продолжаем. Сегодня у нас будет часть С и часть Д. Пойдем на почту, сходим, узнаем, как называются марки, конверты, открытки, посылки и попросим помощи, согласимся, откажемся. А прямо сейчас нажмите, пожалуйста, на большой палец вверх, поставьте класс под видео, не откладывайте на потом, прямо сейчас поставьте класс. Если вы не подписаны, подпишитесь на канал. И под каждым видео, напоминаю, есть кнопка спонсорства, нажав на которую вы станете спонсором канала. И в качестве бонусов каждую неделю, несколько раз в неделю я буду выкладывать туда видео с практическими занятиями. И все презентации к урокам, которые мы сейчас смотрим, также доступны только для спонсоров канала. Итак, переходим к пятнадцатому уроку, продолжаем. Чвеченье номер шесть. Упражнение номер шесть. Мы помним, что в прошлый раз мы с вами познакомились с родительным падежом множественного числа. И давайте потренируемся, повспоминаем. Вот он, наше. Допеоняцшкогу, чайгу, лишь бы многие. Видим окончание. Помним, что после цифр два, три, четыре мы ставим, используем именительный падеж множественного числа, после всех остальных цифр – родительный падеж. Дещеньч – яблок. Яблоко среднего рода, имеет нулевое окончание в множественном числе. Мы говорим яблок. В серединочке у нас появляется буква «э». А русский мы говорим «яблоко», «яблок». О появляется, тоже что-то в серединке появляется. Здесь появляется буковка «э». Яблок. Щедем огурков кишоных. Щедем огурков, мужской род смотрим, огурек. Огурков, яких кишоных. Прилагательное окончание «ых» имеет. Своик, желёных оливек. Стеклянная баночка, зелёных оливок. Желёных, их у прилагательного оливка, оливек. Дванаще яек. Яйко, средний род яек. Двенадцать яиц. Пачка чего. Помню, что после цифр всех остальных, кроме два, три, четыре, и также после названий упаковок, после количества идёт родительный падеж. Пачка чоколадовых частек. Частко. Частек. Яких чоколадовых. Пачка шоколадных пирожных. Печенек. Пенч йогуртов натуральных. Пять йогуртов натуральных. Тут прям созвучно с русским языком. Пенч йогуртов натуральных. Итак, давайте пойдём с вами на почту. Заглянем, как же называются разные почтовые штучки. Итак, скшинка почтова. Почтовый ящик. Значек. Марка. Лист полиционный. Лист лотничный. Вообще слово лист переводится как письмо. И вот разные письма могут быть. Авиаписьмо, например. Заказное письмо. Пачка. Посылка. Подштуфка. Открытка. Открытка имеет несколько названий. Подштуфка. Видокувка. Разные могут быть названия. Листонош. Почтальон. То есть он листы носит. Лист. Это у нас письмо. И вот он их носит. Листонош. Почтальон. Копэрта. Конверт. Почитаем диалоги. И переведём, конечно же. Если какие-то незнакомые слова, ставьте видео на паузу и выписывайте, пожалуйста, вместе с переводом. Карл, чы поможеш мне? Карль, ты поможешь ли ты мне? Немас права. А оццо ходжи? Нет, проблема. О чём идёт речь? Оццо ходжи. О чём идёт речь? Муша, высвачь важный лист. И не вём, як. Чы можешь ищи за мной на почте. Я должна высвать важное письмо. И не знаю, как. Можешь ли ты пойти со мной на почту? На почте. Там есть завши колейка. Я не черпю колеек. Поза тым, я jestem bardzo заєнтый. На почту. Не будем, это не у, это и. Там всегда очередь. Я не терплю очередей. Не переношу очередей. Кроме того, я очень занят. Вдруг резко стал занятым. Карл, я стыщ окропны, ленивы, измышляш. Маме, можешь ищ зе мно? Карл, ты ужасны, ленивы и выдумываешь. Маме, можешь идти со мной? О, дзеньку я барду. О, благодарю. Большое спасибо. Второй диалог. Чей добры, проше значок на лист лодниче до Японии. Добрый день, пожалуйста, марку на авиаписьмо в Японию. Чей добры, може воле пани высвать лист приоритетем? Приоритет, это барду шибкий лист. Добрый день, может предпочитать пани высвать письмо приоритетом? Приоритет – это очень быстрое письмо. Добже, може быть приоритет. Хорошо, може быть и приоритет. Третий диалог. День добрый, мам питання. Чей могла бы ми пани помочь? Добрый день, у меня вопрос, могла бы мне пани помочь? Так, слухам, да, слушаю. Муша высвать официальный лист. Мане надо высвать официальное письмо. Ужендовы, так, в какое-то учреждение, да? Так, так, до уженду финансовэгу. Муша мяч папер, документ же го высвала. Да-да, мне надо финансовый какой-то отдел, финансовое учреждение, и мне надо иметь бумагу, какой-то документ, что я выслал вот это письмо. Разумел. Прошу высвать лист полиционе. Понимаю. Тогда высылайте, пожалуйста, заказное письмо. Добре. Хчао бы мешче на дач факс до немец. Хорошо. Я хотела бы еще отправить факс в Германию. Прошу, бардзо. Пажауста. Четвертый диалог. Прошу шесть значку на картке до Унии Европейской. Пажауста. Шесть марок на открытку в Унию Европейскую. Евросоюз. Уния Европейская. Евросоюз. Прошу, значки на почтувке. То есть, пожалуйста, марки на открытку. Что еще? Видим? Картка, почтувка, видокувка. Это все разные названия открыток. На почтувке. На открытку. Картка, почтувка, видокувка. То значит то само. Вот как раз то, что я сказала. Не дочитали немножко. Это все одно и то же. Ага. Дзинкуй. То в шестку. Ага. Благодарю. Это все. И остатный диалог. Номер пять. Последний диалог номер пять. Чей добрый. Хчаоэм надо чпачкать до Аргентины. Чей то дужу коштуе. Добрый день. Я хотела бы отправить посылку в Аргентину. Это много стоит. Цена залежи от ваги, от килограммов. Цена зависит от веса. Залежи, зависит вага, вес от килограммов. Мам надзея, же не ест чэншка. Я надеюсь. Мам надзея. Я надеюсь, что не тяжелая моя посылка. Итак. Вспомним еще раз всякие названия почтовые. Колорова картка с поздравинями, то почтуфка. То есть разноцветный бумаг, такой лист с поздравлениями, это открытка. Бардо шибкий лист, то лист плотниче. Быстрое письмо. Это письмо, это письмо самолетом, которое летит. Альбо приоритет. Или приоритет. Малый, звыкле колоровый значек на лист, альбо под штуфкой. Малый, маленький, обычно разноцветная марка на письмо или открытку. Лист уже ндовый, я звыкле полиционный. То есть письмо в какое-то учреждение обычно заказное. Упакование на лист, то коперто. Такая упаковка в кавычках на письмо, это конверт коперто. Нормальный лист, то лист звыклый. Обычное письмо, это письмо обычное. То есть нормальное письмо, это обычное письмо. А вот упражнение 4 я бы хотела, чтобы вы сделали самостоятельно и написали в комментариях под видео. Как вы выполнили, какие окончания вы приклеили к нашим словам. Помним, что после цифр 2, 3, 4 мы используем именительный падеж множественного числа, после цифр всех остальных – родительный падеж. Жду ваших комментариев, а мы идем дальше. Change the D, czy pomożesz mi? Часть D, поможешь ли ты мне? Что у нас здесь есть? Прощба о помощь. Мы как-то можем попросить о помощи. Мы можем согласиться и можем отказаться. То есть реакция позитивная. У нас может быть какая-то в ответ позитивная, положительная реакция. И может быть реакция негативная, отрицательная, негативная. Давайте прочтем, как мы можем попросить о помощи. Перевод вы видите на экране. Czy mogu byś mi pomoż? Ты мог бы мне pomoż? Czy pomożesz mi? И прошу вас, повторяйте вслед за мной также вслух. Czy pomożesz mi? Czy możesz mi pomoż? Czy могла бы мне пані помоць? Мам до ciebie прощба. Czy можеш что-то там мене помоць? Czy был бы пан так упшэймый и? Хчао им че попросить о помощь. Как мы можем согласиться? Хэнтня, охотна, с удовольствием. Ні ма справы, ні ма проблему. Так, очевидсьче. И как мы можем отказаться? Прикромі, але не. Мене жаль, но нет. Ні стэті немам часу. К сажаленью, нет времени. Прикрашам, але єстем барду зайянты. Думаю, на сегодня достаточно. Домашнее задання. Пожалуйста, прочтите ещё раз вслух. Как мы можем попросить помощи, согласиться, отказаться? Сделайте, пожалуйста, упражнение номер 4. Напишите ответы в комментариях. Прочтите, пожалуйста, ещё раз вслух в диалоге. Сходите на почту, вспомните, как что называется. И продолжаем запоминать окончание родительного падежа множественного числа. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. И по желанию вы можете стать спонсором канала, нажать на кнопку «Спонсировать», выбрать один из двух вариантов. Сên anticipate. Субтитры создавал DimaTorzok